Готовы! За мной бегом марш! Чистенькие, бодрые и пока с улыбками на лицах, но уже совсем скоро от всего этого не останется и следа. Студенты выходят в поле. Именно здесь, на пересеченной местности, начинаются самые настоящие испытания. Так, по-пластунски ребята преодолели несколько десятков метров, но это было только начало впереди. Их ждала грязь и слякоть. Ну а это, пожалуй, самый неприятный, мокрый, грязный участок дистанции. Деваться ребятам некуда. Согласно условиям трассы в этом месте группа попала в засаду. Приходится ложиться в грязь, ведь пули свистят практически над головами. Грязные, мокрые и уже изрядно уставшие ребята добрались до второй контрольной точки. Парни держались, терпели и подбатривали друг друга. Духом никто не падал. Тяжело? Ну да, очень. Дорожие движения! Ну, что еще? Половина пути еще не пройдена все-таки. Все. Ну не хочется сойти? Нет, нет. Отлично все. По телеканалу вы отдыхаете, войны. Не хочется сойти? Нет, конечно. Весело. Ну, что пока самое тяжелое было? Ну, погрязь, ползти. Мокренько чуть-чуть. Терпимо? Да. Что самое сложное было? Мне кажется, вот эта полоса препятствий. Потому что надо подниматься в гору все время. Скользко, сыро. Военно-патриотический марш-бросок проходит в Нижнекамске уже в третий раз. В этом году к нему присоединились студенты из Ижевска. Всего на трассу вышел 21 участник. Ближе к середине их стало меньше. Не хватило? Тяжело? Это мероприятие организует учитель ОБЖ Ильнар Абукаев. Он постоянно выступает в роли инструктора. Патриотический марш-бросок традиционно поддерживают и представители боевого братства. В этом году организаторы отмечали более высокую подготовку студентов. И это не только физические показатели. Спорт делаем на волю, на силу духа. То есть физическая составляющая, это, конечно, неотъемлемая вещь. Но все-таки сила духа – это важно. Товарищи и братства никто последних не бросает. Все одним скопом убежали, одним скопом прибегают. У них между зубов грязь, и это первый признак того, что они с характером мужчины настоящие. Как видите, наши ребята, они не унывают. Грязненькие, как и мы были раньше. Ну, достойно, достойно, ничего не говорю. Поспорим в дальнейшем будущем. Пройдя достойные испытания в военном городке, ребята вышли на финишную прямую. Сойти здесь очень обидно, а устоять невероятно сложно. Не зря говорят, последний бой, он трудный самый. Пройти всю дистанцию недостаточно. Все решается здесь, на финишной точке. В спаррингах ребята проводят три раунда по две минуты, один из которых против своих же инструкторов. Дошел до конца и Амир Ярлыгин. С ним мы разговаривали в середине дистанции. Он с честью выдержал все испытания. Не сдался и во время спарринга. Признается, сил стоять на ногах уже не было. Выручил характер. Тяжело было, но сейчас легко как-то. Когда начинаешь, только страшно. И нервничаешь, из-за этого стоишь, а потом привыкаешься, становится лучше. Слушай, ну ты вообще для чего пошел вообще? Вот что доказать? Кому? Чему? Себя-себя проверить. Ну, мужчины лея или нет. В итоге? Мужчины. Сегодня с дистанции сошло семь человек. У них еще будет шанс снова пройти марш-бросок, но только в следующем году. Те же, кто это сделал сегодня, в конце мероприятия получили сертификаты и белоголубые тельняшки. Теперь они их по праву. Александр Халин, Александр Лихачев. Новости НТР.